Дорогой Господь, вот мы все собрались во имя Твое, Господи, вокруг Тебя и просим, наполни нас Твоим миром, захвати наши мысли, Господи, чтобы мы смотрели на Тебя и в спокойной беседе размышляли о Тебе, Господи, о духовном, обогащались, Господи, Тобою. По имя Иисуса Христа храни нас, Господь. Аминь. Аминь. Поразмышлять о ключе Давида. Кровение 3.7. И ангелу Филадельфийской церкви напиши. Так говорит святый, истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит. Знаю Твои дела. Вот я отворил пред Тобою дверь, и никто не может затворить её. Ты немного имеешь силы, и сохранил слово моё, и не отрёкся имени моего. Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, алгут. Вот я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами Твоими, и познают, что я возлюбил Тебя. И как Ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню Тебя от годины искушения, которое придёт на всю Вселенную, чтобы испытать живущих на земле. «Се гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца Твоего, побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нём имя Бога моего, и имя Града Бога моего, Нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя моё новое». Итак, этот памятный стих, где упоминается нам о «Ключе Давида». Сегодня хочется именно об этом поразмышлять. И второй стих, Матфея 16, 15, он говорит им, «А вы за кого почитаете меня?» Симон же Пётр, отвечая, сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоти кровь открыли тебе это, но Отец мой сущий на небесах. И я говорю тебе, ты, Пётр, на сём камне, скале, я создам церковь мою, собрание моё, и врата ада не одолеют её, и дам тебе ключи Царства Небесного. И что свяжешь на земле, то будет связано на небе, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Аминь. Ключ Давидов – это символ господства. Имеющий ключ Давидов открывает, и никто не закроет. Вопрос. Как Господь нам открывает? Как даёт откровение? Духом Святым. Духом Святым Господь открывает нам тайны, и никто не может это закрыть. Когда мы узнаём и познаём имя Господа, Иммануил, что значит с нами Бог, тогда нам даётся ключ от Царства Небесного. Это есть Дух Святой. Из Экиля 36, 27. «Вложу внутрь вас Дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Дальше будем как раз говорить о том, что значит «открывает тайны», «познаём Его имя, и внутрь в нас Дух Божий вложен, чтобы мы ходили в заповедях Его». Когда Дух Святой в нас, Он откроет в полноте Бога, и Царство Его совершится в нас. Это происходит по данной нам благодати. Ефесянам 1, 13. «В нём и вы, услышав Слово Истины, благовествование вашего спасения и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего, для искупления удела Его в похвалу славы Его». «Дух Святой нам дан, когда мы уверовали в Иисуса Христа, как залог запечатления, рождение свыше. И это приведёт к тому, когда Господь будет господствовать в нас, когда Он во всех сферах жизни господствует и в уме, то есть мой ум уже не мой ум, а ум Христов, и уже не я живу, но живёт во мне Христов. Христос – это печать Бога». Итак, ключ Давидов, ключи Царства Божьего – это символ Царства Бога, и это Дух Святой, данный нам Иисусом Христом и Отцом Небесным. Потому что Духом Святым нам открывается, и ключом мы знаем, что тоже открывается. И вот в «Песне песней» хорошо нам ещё кое-что открыто. «Когда пришёл жених, дверь была закрыта». И 5 глава, 4 стих. «Возлюбленный мой протянул руку свою сквозь скважину, и внутренность моя взволновалась от него. Я встала, чтобы отпереть возлюбленному моему, и с рук моих капало мира, и с перстов моих мира капало на ручке замка». «Капать» в переводе означает источать, пророчествовать, произносить. И вот здесь интересная такая картина открывается, что жених руку протянул сквозь скважину замка. Значит, скважина. Здесь должен быть ключ, дверь заперта. А у невесты сердце взволновалось. То есть это как исполняется Духом Святым, как взыграл Дух в ней внутри. Ей нужно было открыть дверь. Это прообраз того, что Господу нужно открыть дверь. То есть Ему нужно нам открыть дверь. А значит, у нас есть ключ от нашей двери сердца. И мы должны отворить Господу. Вот еще немножко хочется на этот стих посмотреть. Возлюбленный. То есть она любит. Дверь заперта. Внутренность взволновалась. То есть исполнение Духом Святым. То есть вот эта любовь. Встала, чтобы отпереть. То есть встала. Мы знаем, что десять дев тоже встали. Чтобы отпереть возлюбленному моему. Из рук моих капало мира. Вот оно масло, благоухание. Из перстов моих мира капало. На ручку замка. То есть это и пророчество, и источать ароматы. Вот такая интересная картина. Итак, ключи от нашей двери сердца. Это у нас. У нас тоже ключ. Господь Бог наш открыл нам небо. Мы познали имя Эммануил. Дал ключи от Царства Небесного. Дал нам Духа Святого. Божественную Личность. Ведь только от Божественной Личности можно родиться свыше. И стать сынами Бога. То есть новыми творениями. Новым творением. Так и мы со своей стороны должны открыть Иисусу, который стоит и стучит. Хочет войти в двери сердца. Ему важно, чтобы мы его любили от всего сердца. На меньше он не согласен. А как открыть? Верю, что открыть дверь можно только своим ключом. Это есть своим Духом. Итак, наш ключ – это наш Дух. Бог открыл нам свое сердце через Сына Эммануила. Открыл Духом Святым. И мы, открывая свое сердце, соединяемся Духом Человеческим с Духом Божьим и становимся одно. Так мы и познаем Бога. 1 Коринфянам 6.17 А соединяющийся с Господом есть один Дух с Господом. 1 Коринфянам 2.7 Но проповедуем премудрость Божию тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которую никто из властей века сего не познал, ибо если бы познал, то не распяли бы Господа славы. Но, как написано, не видел того глаз, и не слышало уха, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. И нам Бог открыл это Духом Святым, ибо Дух все проницает, и глубины Божьи, ибо кто из человеков знает, что в человеке, то есть в мыслях, кроме Духа человеческого, живущего в нем, так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать, дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумие, и не может разуметь, потому что о всем надо судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может, ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов. Такой глубокий стих, но мы здесь только одну грань возьмем, касаемо нашей темы. Так проповедуем премудрость Божью тайную, сокровенную. Как мы проповедуем? Когда мы проповедуем? Когда нам Бог открыл Духом Святым. Что открыл? В тайну, да, Божию. Ибо Дух все проницает, глубины Божьи. Дух Божий проницает глубины Божьи. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, в мыслях, кроме Духа человеческого, живущего в нем, так и Божьего никто не знает. И мы Духа Бога, Духа от Бога приняли, дабы знать, дарованное нам от Бога. Вот чтобы мы знали, Бог хочет нам открыть, чтобы мы знали, дарованное нам от Бога. И все это мы соображаем духовное с духовным. Кто познал ум Господень? А мы имеем ум Христов. Итак, имеющий ум Христов, они познают, проповедуют тайну, которая открыта Духом Святым, которая открывает глубины Божьи, чтобы знать нам, дарованное от Бога. Но самое главное, конечно, дар – это нам Иисус Христос, чтобы нам знать Сына Божьего, и через Него Бога. Ну а все остальное уже приложится, прилагается. И тоже это Господь нам открывает. Итак, Дух Святой открывает нам глубины Божьи, мысли Божьи. Они записаны в Слове. Мысли Бога становятся не тайны, когда открыто ключом Духа Святого. И когда мы от всего сердца открываем Богу, принимаем то, что Он открыл, то наш ум становится умом Христовым. Его мысли становятся нашими мыслями. Это и есть глубины Бога. И наши глубины соединяются, как в Писании. Бездна бездна призывает. Псалом 41,6. «Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Седьмой стих. «Унывает во мне душа моя, посему я воспоминаю о тебе с земли». Восьмой. «Бездна бездну призывает голосом водопадов твоих. Все воды твои и волны, источники вод твои, прошли надо мною». Разберем некоторые слова. «Унывает» означает нагибаться, склоняться, пригибаться, смиряться. Нагибаться, склоняться, звучать тихо, сводить вниз, не спровергать, опускать, склоняться, паникать, унывать. И слово «воспоминаю» помнить, вспоминать, упоминать, быть упомянутым, быть в памяти, припоминать, упоминать, вспоминать, признавать. И слово «призывает», бездна бездну призывает, звать, призывать, кричать, провозглашать, читать вслух, называть, нарекать, давать имя, быть названным, быть названным, быть призванным, быть зачитанным вслух. Здесь вот я, Даниила 7.10, там зачитываются книжки, которые открыты, быть призванным, быть названным. Вот эти стихи, иными словами, хочется, как сказать сейчас, что бездна бездну призывает, как? Это когда душа во мне унывает, то есть нагибается, склоняется, пригибается, смиряется, то есть до самого дна, до самого низу, и оттуда я вспоминаю о тебе с земли, то есть поднимаюсь, поднимать это, поднимаюсь, да? И вот бездна бездну призывает, кричит, провозглашает, то есть вот наш дух, да? Кричит, провозглашает, призывает, читает вслух, тут же и Господь вот как бы и нарекает имя, то есть тут всё сливается, то есть Он даёт имя, мы отражаем. Иногда в слове написано, что мы даём имя, ну, помните, Бог, видящий меня, да? То есть она дала имя Богу, то есть назвала Его, то есть Он так открылся, вот как открылся Он, так и имя Ему. И вот это всё удивительно сливается как бы в один дух. Быть названными, быть призванными, быть зачитанными вслух, быть названными, названными детьми Божьими, названными 144 тысячами, названными невестой Христа. Да, это удивительные глубины, которые Господь вот просто нам открыл свою глубину, то есть это значит полностью без остатка Он нам открыл. Если мы, получается, унываем, то есть склоняемся, смиряемся до глубины, до самого низа и поднимаемся, вспоминаем о Господе с земли, то есть с этой глубины, низины, то бездна бездну призывает. И это как бы силу даёт и водопады, то есть голосом водопадов твоих. То есть мы знаем, что у Господа в Откровении написано, как шум многих вод голос, да? И мы, получается, народы тоже как шум многих вод описано. То есть это как слитое, да, что-то. И вот эти все воды проходят над нами, то есть надо мною, он пишет. Вот так бездна бездну призывает и проходят все воды над нами. Вот он, дождь. То есть от глубины, от самого дна мы взываем в самую высоту и тоже самое дно высоты, можно сказать, вот так. То есть полностью глубины. Господь не ограничивает нас. Это удивительное, удивительное такое, незаслуженное явление к нам. Итак, открыть Иисусу двери сердца своим ключом, это Духом, соединиться с Господом, согласиться и откликнуться на Его Любовь. Соединение нашего Духа с Божьим Духом, это становиться одно с Богом. Один Дух, Божий Дух. И тогда плоды Духа явлены, и мы видим отражение Бога в нас. Первое Откровение 6.17, ой, Первое Коринфянам 6.17. Два будут одна плоть, а соединяющийся с Господом, есть один Дух с Господом. Один Дух есть. Аминь. Почему ключ Давидов? Почему вот именно ключом Давида? Почему ключ Давидов? Иисус называет себя сыном Давидовым. Исполнение пророчества, да. А еще что? Что говорит Господь про Давида? Господь говорит, что Давид по сердцу его. Господу нравилось сердце Давида. Песни-песни, 8.6. Поеет. Положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень, на руку твою, ибо крепка, как смерть, любовь, люта, как преисподня ревность. Стрелы ее, стрелы огненные, а на пламень весьма сильный. Здесь открыта нам страстная любовь. Она может быть тихая, она может быть негромкая, но она очень страстная. Она захватывает все естество, все глубины духа человеческого и глубины Божьи. Бог положил Давида, как печать на сердце свое, потому что он по сердцу ему. Он сказал, что Давид по сердцу его. От этого мы понимаем, что Бог положил Давида, как печать на сердце свое, как перстень на руку свою. Прежде мы у Бога, как печать на сердце его. То есть на его сердце мы прежде, как печать, лежим. Я вижу здесь исполнение Божьей мечты, потому что Давид ничего не делал без Господа. Хотя у него была греховная плоть, он согрешал, и у него было мало силы быть самому своими силами совершенным. Но Господь любил его сердце. Мы видим, что он открылся и покорился Господу. Открыл красоту Бога и верой принимал прощение. Любил Господа все больше и больше. Давид знал, какой Бог. Мы видим, как Давид рождал и воспевал псалмы. Давид имел это откровение о праведности по вере. И это есть ключ Царства Божьего. Давид имел откровение о праведности по вере. В книге «Откровения» мы читаем ключ, который у Господа назван ключом Давида, а в Матфее ключи Царства Небесного. Этим ключом Господь отворяет двери небесные, отворяет двери своего сердца, Божьего сердца. Весть о праведности по вере открывает сердце Господа. Господь дает ключи от Царства. Давид это принял. Он открыл свое сердце и впустил Господа. И мы видим, как он пишет в псалмах, что заповеди Господа люблю и еще всегда предо мною Господь. Это опыт человека, который принял праведность по вере, принял верою, открылся Господу полностью до самого низа, то есть полностью вся чаша открыта, да, до самой низины, до самого дна. И соединился с Ним, с Господом, стал одним Духом. Итак, он стал по сердцу Божьим. Вот так он стал по сердцу Божьему, то есть соединился с сердцем Божьим. Давид смотрел на Господа и делал в жизни все так, как нравилось Господу, по воле Божьей. Господь, когда ходил по земле, доверял Богу, потому что он знал Отца. Бог ему открылся, и Иисус ничего не делал, пока не увидит от Отца. Вот эта красивая зависимость от Бога, да, то есть зависимость любви. Господь дает ключи Царства Небесного, значит, дает Духа Святого. Далее мы видим, как Господь, сердцеведец, выбирает Давида царем. Бог в Ветхом Завете всегда сравнивал других царей с Давидом. То есть это нас сразу переносит на ту мысль, где Господь соделывает из нас царственное священство. То есть прослеживается вот путь. Бог в Ветхом Завете всегда сравнивал других царей с Давидом. В процессе формирования народ Божий в послании Филадельфийской Церкви имеет немного силы. То есть народ Божий имеет немного силы, имеет греховную природу, но народ сохранил Слово Бога, сохранил то, что Адам не сохранил. А в книге Откровения мы видим в конце сформированное царственное священство, законченная мысль, мечта Божья. Откровение 3.7. «И ангелу Филадельфийской Церкви напиши, так говорит святый, истинный, имеющий ключ Давида, который отворяет и никто не затворит, затворяет и никто не отворит. Знаю твои дела, вот я отворил пред тобою дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы, и сохранил Слово Мое, и не отрекся имени Моего». Я еще раз зачитываю этот памятный стих, потому что здесь очень важная для нашего времени истина. «Народ Божий сохранил Слово Божье». Мы видим здесь в послании, что Господь святый и истинный. Если Он открывается здесь таким, как святый и истинный, значит и народ будет святой и в истине. Господь, имеющий ключ Давида, Он отворяет, дает откровение, открывает тайну, и никто не затворит. Это приведет к полной победе. Господь говорит, вот я отворил пред тобою дверь. То есть Он отворил пред нами, то есть напротив нас, то есть пред глазами нашими. Если Он отворил, это значит, Он дал откровение о себе. Он открыл нам себя, дав нам Духа Святого, то есть ключи Царства Божьего, чтобы мы, открыв свою дверь сердца, соединились с Ним и царствовали над грехом, так как соединяющийся с Богом, есть один Дух с Богом. В результате плод Слова Господа в нас стало плотью. Аминь. И опять же, если посмотреть на наше время, то это весь послание Филадельфийской Церкви продолжается. Она находит место в нас и в наше время. Это драгоценная весть о праведности по вере. Эта весть имеет продолжение в том, что на протяжении тысячелетий Господь формирует царственное священство, народ, взятый в удел. Те, которые хранят заповеди Божьи, хранят слова Его. Хоть они имеют немного силы, народ, то есть имеют грешную плоть, но они хранят Слово Бога, и Господь соделывает их своей творческой силой в царственное священство, в народ, взятый в удел Божий. Это народ, который соблюдает царский закон, народ, который соединился с Господом, стал одним Духом с Богом. На них положена печать, на них имя Отца и имя Нового Иерусалима. Прежде он положил этот народ себе на сердце, как печать, и на руку свою, как перстень. Что мы можем сказать относительно перстня? Ну, я думаю, что есть печать Бога, ну, что это есть печать Бога на делах и в жизни. Дела, как на небе. Это власть, данная нам Господом, делать дела Божьи. Итак, Он запечатлел народ и дает власть со Христом царствовать. Это образ, как перстень на руке Его. То есть святые, святые, то есть у них святые дела народа, народа Его. То есть у святых святые дела. У народа Божьего святые дела. Вот так. Господь открылся этим людям, они слились, познали Его и стали царственным священством. Вот наши излюбленные местописания. Это 144 тысячи, на которых печать Божья на челах их. Они думают, как Бог думает и делают, как Бог делает. Они видят, что на сердце у Господа. Они видят, как Иисус видел. Иисус видел и делал так. Так вот, нам тоже Господь начинает открывать, что на сердце у Него, что на сердце у Господа. Бог открылся им, и они открылись Ему. Они откликнулись на Его любовь, и произошло слияние, соединение в одно, один Дух с Богом. Только одним Духом с Господом мы можем царствовать со Христом. Только так будет царство непоколебимое. Только когда один Дух с Господом мы будем, только тогда царство будет непоколебимое. Слава Господу! Царство Божье будет непоколебимое. «Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут. Вот я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими, и познают, что я возлюбил тебя». Бог сделает так, что верующие, которые думают, что они верят в Господа, на самом деле являются детьми не Бога, а детьми сатаны. «Когда совершится это слияние народа Божьего с Богом, то есть когда народ станет один Дух с Богом, тогда Господь откроет детям сатаны, что Бог возлюбил народ свой». Как он это откроет? «И так как ты сохранил слово терпения моего», 10 стих, «то я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле». «Я, — говорит Господь, — «сохраню тебя от годины искушения». Вот как ты слово хранишь, так и Бог тебя хранит». То есть ты везде во всем отражение, Господь. Господь сохранит великое скорби, которое предстоит еще в ближайшем будущем, перед приходом нашего Господа Иисуса Христа. Бог сохранит народ свой, как Илью сохранял от голода, кормил его и поил. «Илия, написано, был такой же, как мы». Если нужно будет, то в этих трудных временах, во времена скорби, Господь будет кормить. Если нужно будет, Он обогреет. Если нужна будет вода, Он напоит. Если будет нужно, Он и закроет нас от врагов, и не приключится нам зло. Так и 144 тысячи будут живыми, они пройдут скорби и живыми встретят Иисуса Христа. Это те, которых Господь сохранит от годины искушения. Еще слово интересное здесь. «Слово терпения моего». Еще в переводах слова «стойкости» слово «непоколебимость моей» добавляется вот это слово «терпение моего». «Стойкости и непоколебимость моей». Думаю, Господь хочет открыть, что Ему будет тяжело в этот момент. Ему будет тяжело, когда народ будет страдать, когда будет это трудное время, когда сатана будет делать много зла. Народ будет терпеть, и Господь будет терпеть. Господь будет терпеть, и народ будет терпеть. Вот по сердцу Его, когда мы можем сопереживать Ему, переживать то, что Бог переживает. И нам по сердцу, когда мы знаем, что Сам Бог переживает вместе с нами. Вот тут опять единство. Ему по сердцу, когда мы переживаем, что Он переживает. А нам по сердцу, Когда мы переживаем, что Он вместе с нами переживает. Слава Господу. «Се гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Одиннадцатый стих. «Будет невеста, народ его любимый, верный до конца. Он их ободряет, показывает, что он верен. Господь верный, он предупреждает, он страдает, но этому придет конец. Со злом будет навсегда покончено. Он утешает нас и говорит, чтобы хранили, что имеем. А что мы имеем? Мы имеем слово верности, заповеди. Мы имеем откровение о Боге, какой Он». Двенадцатый. «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, Нового Иерусалима, нисходящего с неба, от Бога моего и имя мое новое. Народ Божий будет в храме Бога, и так будет навсегда». Имя Бога на челах – это отражение в Его народе всех имен Бога. Отражение имени града Божьего – это исполняющие заповеди, исполняющий закон царский. Новое имя, которое даст каждому Господь. Это значит, вся сущность наша будет новая, новое творение во Христе Иисусе. И Бог даст новое имя, свое творческое имя, которое мы в полноте будем отражать. Слава Господу! Господь давал Сам новые имена на земле – Аврааму, Саре, Якову. И менялась сущность этих людей. Господь открыл двери сердца своего. Иисус есть дверь. Итак, Господь, Бог, открыл двери сердца своего. Иисус есть дверь. Иоанна 10,9. «Я есть им дверь. Кто войдет мною, тот спасется. И войдет, и выйдет, и пажить найдет». Вот она жизнь и жизнь с избытком. Иоанна 4,17. «Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет». Бог открыл себя человечеству. Открытое сердце Бога для нас – это откровение, что Бог есть любовь. Господь ждет, когда мы откроемся и сольемся с Ним. Будем, как в наивысшей заповеди написано, любить Бога всем сердцем, всем разумением и всею крепостью своей. Здесь как раз победа над похотью плотью, похотью очей и гордостью житейской. 144 тысячи – это желанный народ, невеста Христа. Она лежит, как печать на сердце у Господа. И это навсегда. И никто не закроет эту дверь. Печать на сердце у Господа. Это так высоко, это так глубоко на высоте, что никто никогда не закроет эту дверь. Никто никогда не закроет Иисуса Христа. Слава Богу, что Он Бог. Такой Бог. И так Он просто открывается полностью, до самой глубины. Господь обещает нам излитие позднего дождя, излитие позднего дождя Духа Святого. Поздний дождь в виде вести о праведности по вере открывает Слово, и мы видим, что на небе. Видим для того, чтобы делать точно то, что на земле. Тоже делать, что на небе, то и на земле. Вот для этого Господь нам открывает. Не для того, чтобы мы такие все знающие были, все такие, все понимающие. А чтобы мы делали точно то на земле, что и на небе. А кто не откроет дверь своего сердца, тому закроются двери надежды и милости. Но и в ковчег был закрыт Богом. Сам Бог закрыл дверь ковчега. Так и в последнее время закроется дверь ковчега Божьего. Итак, дверь во святое святых открыта. В 1844 году в небесном храме Иисус вошел во святое святых. Эту дверь Он отворил для народа Своего, и никто не может затворить ее. Произойдет изглаживание грехов, и никто не сможет этому помешать. Елена Уайт пишет, «Но при исследовании вопроса о святилище их озарил более яркий свет. Теперь они убедились в том, что были правы, полагая, что окончание в 1844 году, 2300 дней, знаменует собой важное событие. Хотя дверь надежды и милости, через которую на протяжении 18 веков люди обретали доступ к Богу, действительно закрылась. Отворилась другая дверь, и прощение грехов стало возможным для людей через ходатайство Христа во святом святых. Заканчивалась таким образом только одна часть Его служения, чтобы уступить место другой. Дверь в небесное святилище, где Христос продолжал свое служение за грешника, все еще была открыта. Тогда они поняли истинное значение слов Христа в книге Откровения, сказанных им специально для церкви, их времени. Так говорит святый истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет и никто не затворит, затворяет и никто не отворит. Знаю твои дела, вот я отворил пред тобой дверь, и никто не может затворить ее. Если мы откроем двери сердца своего, Господь войдет во святое святых нашего храма. Это сердце наше. Сердце духовное, человеческое. То никто не сможет ни люди, ни сатана связать или закрыть. Вот куда нужно Господа впустить. Не только во святое своего сердца. Это постоянно кается, и ничего не меняется в жизни. А в святое святых. Туда, где произойдет образ Господа Иисуса. Слияние с Господом. Один дух с Господом. Это бракосочетание Господа со своей невестой. И запечатление. Навсегда этот народ святой. Навсегда. 144 тысячи. Как печать на сердце его. А у невесты печать Божья на сердце ее. Во всем этом Господь Бог, Эммануил с нами Бог. Читаем Амоса 3.7. Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв своей тайны рабам своим пророкам. Восьмой. Лев начал рыкать. Кто не содрогнется? Господь Бог сказал, кто не будет пророчествовать? И Иова 12.22. Открывает глубокое из среды тьмы. То есть Господь открывает глубокое из среды тьмы и выводит на свет тень смертную. Вот эти два места из Писания немножко хочется глубже посмотреть. Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв своей тайны рабам своим пророкам. Итак, слово «ибо» означает «потому что», «когда», «если», «да», «истина». Слово «делает». Делать, производить, приготовить, совершать, исполнять, заниматься, работать, быть сделанным, быть приготовленным. Интересное слово «сжимать». Быть сделанным, быть устроенным. Я, наверное, сейчас прочитаю вот это местописание вместе с вот этими вот словами, которые глубже перевод нам открывает. Итак, истина, то есть «ибо» истина, Господь Бог, то есть Адонай, Господь, Владыка, Вседержитель, Иегова, Господь, Сущий, ничего не делает, то есть не изрекает слова. Он не изрекает слова. И здесь ещё это слово «делает». Смотрите, что означает. Пастбище, пустыня, моровая язва. То есть он ничего не делает, ни пастбище, то есть где мы питаемся, ни пустыня, куда он нас приводит, ни моровая язва не будет. И ещё интересное означает это слово «светилище». То есть и будет делать святилище Девора, кчела, то есть служители его, то есть пророчица это, тоже здесь это слово. И вот такой Бог, то есть истина, делает, то есть производит, совершает, сжимает, работает, устрояет, приготовляет. Адонай, Господь, Владыка, Вседержитель Егова, Господь Сущий, делает слово изречения. То есть он делает пастбище, он делает моровую язву, пустыню, святилище. И вот это всё он не делает, пока не откроет. И смотрите, как интересно. Не откроет. То есть обнажать, открывать, открываться, обнажаться, являться, быть переселённым, становиться открытым. Представьте, он открывается, он становится открытым, он обнажает себя, то есть как бы открывает нам глубины, пока не откроет. Вот он не сделает, вот это всё, что я перечислено, не сделает, пока не откроет, вот пока полностью вот не откроется, не обнажится, как бы образно, да, не станет полностью открытым, он ничего не делает. И как интересно написано, пока не открыв тайны. Тайны – это близкое общение, тёплая беседа, умысел, тайна, круг друзей, собрание. То есть пока вот он не откроется вот так полностью глубоко, близко в общении, в тёплой беседе, вот это в тайне от других, вот так можно сказать, потому что близкое общение, оно не может быть и с беззаконниками. Вот это близко, это вот тайна, когда Господь вот так открывается, это открывается он так пророкам. Вот мы видим здесь, да, тайны рабам своим пророкам, рабам открывает. Это рабам, это здесь как по направлению ещё слово стоит, по направлению, то есть напротив. Я здесь вижу, что это лицом к лицу. Это как Моисей с ним общался, лицом к лицу. И ещё слово стоит – раб, слуга, подданный, служащий, подвластный. Ну и пророк, прорицатель, пророчествующий, да, пророчествует. Вот представьте, как тут интересно Господь показывает свою глубину, вот эту бездну, бездна-бездну призывает, да, вот эту свою бездну, глубину вот этой своей высоты, то есть вершину, вот, глубину вершины, вот так, да. А когда открывает? Помните, как мы сейчас про Давида говорили? Когда Давид склоняется, смиряется, преклоняется, да, то есть полностью до глубины, до низа, и оттуда взывает бездной своей в высоту, вот в эту глубину, и Господь открывает Духом Своим Святым, потому что Дух Божий проникает в глубины Божьей. И вот это мы проповедуем, да, как написано, тайны, проповедуем тайны Божьи, потому что они открыты. Слава Господу! И вот восьмой стих. Лев начал рыкать. Кто не содрогнется? Господь Бог сказал, кто не будет пророчествовать? Лев. Мне понравилось здесь, знаете, какое, какое однокоренное слово? Стоило. Стоило. Воин. Рычать. Рыкать, реветь, греметь о громе. Семь громов сильных. Семь громов, помните, прогремели? Даниил там пишет, да? Семь громов прогремели. То есть вот, если лев начал рыкать, то есть греметь о громе, кто не содрогнется? Содрогнется – это страшиться, пугаться, внушающим страх и благоговение. Господь Бог, Адонай, Господь, Владыка, Вседержитель, Иегова, Господь, Сущий, сказал, знаете, как сказал, разговаривает, в беседе, говорит, поворачивает, выгоняет, прогоняет, даже преследует, быть сказанным, быть гонимым, покорять, подчинять. Здесь опять, святилище, моровая язва, пастбище, пустыня. Вот он как говорит. Говорит, сказал слово. Если Господь Бог сказал, сказал о святилище, сказал о пастбище, то есть слово Божие, сказал о пустыне, в пустыне говорит он нам, туда приводит, чтобы слышали, если нужно, то кто не будет пророчеств? Да тут река потечет. А пророчествовать здесь слово стоит? Пророчествовать, прорицать, пророчествовать, быть в пророческом экстазе, бредить, безумствовать, вести себя странно. То есть это абсолютно духовно, что душевный человек не может понять. Иов 12.22 «Открывает глубокое Господь из среды тьмы и выводит на свет тень смертную». Переводит тень смертную «очень густая тьма». Очень густая тьма. То есть открывает, обнажает глубокое глубины, даже непроницаемое сердце получается, смотрите, как тут интересно, глубокое, то есть даже непроницаемое сердце может стать проницаемым. То есть вот так до глубины. Из среды тьмы темнота, тьма, мрак, сумерки. То есть из среды тьмы, из темноты выводит, выходит, даже выбрасывать, извлекать, производить. И смотрите, какое однокоренное слово здесь. Росток. Росток из сухой земли. Это как из тьмы свет. Из тьмы смертный свет. Это как росток из сухой земли. Вот так у нас рождается в нас Христос и растет. Это откровение о Нем живое. Оно вот так живо и действенно и глубоко. На земле нам будет открыто тайна святилища небесного. Для того, чтобы мы строили святилище на земле, точно так, как на небе. Открыто нам, что святилище на земле это наше тело, которое является храмом Бога живого. Но в последнее время, то есть сейчас, будут открыты все детали святилища, все до мелочей. Моисей видел скинию на небе и так точно строил на земле. Ему было развязано, открыто тайное, высокое, невидимое, славное. Для чего было открыто ему? Чтобы на земле было явное присутствие Бога рядом с людьми. Господь Бог очень желал и желает находиться рядом со своим народом. А в наше время будет открыто слово для того, чтобы присутствие Господа было явно внутри нас. Аминь. 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 Да. Аминь. Какие у вас мысли? Потому что, когда мы все вместе размышляем и говорим, то, конечно же, намного шире открывается, чем одному. И широта, и глубина, и высота, и нескончаемая. Катя. Да. Вот последнее предложение, что в наше время будет открыто слово для того, чтобы оно было потом, как о будущем говорится. Почему о будущем, если еще во времена Иисуса Христа, это уже когда было сказано, что в стилю с них, еще тогда это было. Спасибо. Да, здесь просто ведь как продолжение. оно там открыто, а здесь как продолжение, чтобы уже явно было внутри нас. Ну уж пока же еще не явно. Вот, поэтому это как продолжение. Это как бы и было, и есть, и будет, которое приведет нас вот в то желаемое, которое мы мечтаем. в то же время. Спасибо.